именно с философией Skyway, потому что можно действительно очень много говорить, но, наверное, очень многие люди приходят в этот проект, потому что они ищут что-то другое, потому что мы все с вами должны зарабатывать денежки, растить наших детей, вот, в общем-то, заботиться как-то о нашем будущем, о будущем наших детей, заботиться о наших родителях, но в целом, конечно же, мы все с вами живем в сообществе, и где очень много вещей происходит совершенно новых, но, в частности, вот сейчас большая проблема с транспортом, и когда я вообще, не задумываясь, просто послушал Лену Степину, послушал Алексея Наумовича, в общем-то, людей, которые рассказывали мне про этот проект, конечно же, я могу сказать, что что-то меня больше зацепило, что-то меньше, но, в принципе, я могу сказать так, что транспорт – это та проблема, к которой сталкиваемся мы все. Я в свои годы не имею сейчас автомобиля, потому что у меня, в общем-то, произошла трагедия, когда мне было 18 лет, насмерть разбился мой отец в автокатастрофе, также у меня еще и дядя, и мой брат двоюродный, они тоже, в общем-то, ушли из жизни именно вот через автомобиль, поэтому как-то у меня и права были 18-18 лет, и все, но я очень спокойно сейчас отношусь к автомобилям, и если надо, я пользуюсь такси, ну, а так я живу возле метро, и, конечно, я использую метро. Вот, и на данный момент я очень жду, когда же все-таки поедет уже по нашим дорогам именно Skyway. Так вот, философия Skyway – транспорт должен быть решением проблем, а не их источником. Система Skyway переносит грузопассажирские потоки в отдельное пространство на второй уровень. И могу сказать, что далее звучит, если расшифровать, транспортные средства Skyway перемещаются над землей под специальные рельсы струнной эстакады, благодаря чему оптимизируется аэродинамика, о чем мы сейчас слышали от Анатолия Эдуардовича. Увеличивается скорость, вы знаете, что она у нас по городу будет 150 километров, а между городами и 500, и даже, может быть, 600, и есть еще более скоростные решения. Далее обеспечивается беспрецедентная безопасность. Действительно, вы знаете, что такие даже как монорельсы, созданные в Москве или, допустим, в Австралии, то за 20 лет существования вот этих монорельсов ни одного смертельного инцидента не произошло. Далее обеспечивается также рациональное использование земли, сводится до минимума наносимой транспортом вред окружающей среде. Но при этом, еще могу сказать, большое преимущество в наших нынешних условиях, когда экономический кризис, когда ковид, когда многие люди, в общем-то, теряют работу, и есть проблемы и с большими, скажем так, какими-то гигантами, что тоже разоряются все. Но вот при этом транспорт и стоимость строительства, вот эксплуатации данного вида транспорта значительно ниже существующих транспортных решений. То есть мы можем сказать о том, что благодаря этому транспорту будут выложены там дороги, проведены, где доселе, в общем-то, было не рентабельно, либо не нужно, либо по каким-то другим причинам это не могли сделать, ну, в плане денежном. Далее. Ну, тут картинки, конечно, которые вы знаете. Вы знаете, у нас сейчас в Минске выдалось вообще в Белоруссии зима, вот, и все поэтому прекрасно понимают, когда раскапывали там свои автомобили, вот, кто ездит. Да, в Арабских Эмиратах, допустим, там вот эти песчаные бури, ну, очень много различных, значит, перевозок. Вот я говорю, что такие вот пробки, транспортные перевозки, когда вот транспорт стоит, да, вот, вот американский, вот, видите, флаг, тут поезд тоже ехал, тоже у них там не без этого, вот, таких очень много фотографий можно набрать, и, в общем-то, нет проблем найти такие вот неприятные, там, аварии, катастрофы и так далее. Вот с перевозками пассажиров что творится. Вот та же Индия, как вы видите, что, как они передвигаются на крыше, о какой безопасности может идти и речь, да. Вот сколько машин движется по дороге, вот такие вот пробки. Ну, здесь мы говорим о том, что действительно это вот, вы знаете, можно и сказать, что сколько раз можно об этом говорить, но я говорю только потому, что немножко освежить вам памяти, что действительно это существует, и это проблема, которая только усугубляется и увеличивается. Вот. Далее проблемы с логистикой. Вот вы, знаете, на границе у нас постоянно вот эти фуры скапливаются, и, в общем-то, то 700 фур стоит, то 800 фур стоит, то 1000 фур стоит. Также вот эти порты, которые заполнены контейнерами. И, конечно же, это все проблема, проблемы и проблемы. Общество потребления заставляет все-таки решать вот эту проблему с доставкой грузов до конкретного покупателя. Ну, пока, в общем-то, ситуация только усугубляется. Конечно же, нельзя сказать о том, что вот эти дороги, которые проходят, железные дороги, асфальтные дороги, вот эти трассы, вот. Есть случаи, когда действительно животное не выживает и остаются, в общем-то, вот как тут вот этот репортаж был про медведицу, которую сбили, и что стало с танец медвежатами, которые, в общем-то, остались без мамы. Вот, ну вот, лоси здесь перебегают, вы знаете, у нас в Беларуси тоже богатый лес на вот этих животных. Ну, в общем-то, я знаю случаи, когда и мои знакомые попадали в такие вот случаи, когда оставались живы, но животное погибало. Вот, поэтому современный транспорт, можно сказать, в целом, если вот брать вообще все, да, ну, вы не маленькие, все понимаете, в общем-то, можно сказать так, что современный транспорт действительно разрушает планету и все живое, которое существует. Что предлагает Skyway? Здесь для тех, кто уже, конечно, знает, кто был уже несколько раз в экотехнопарке, в Марьиной горке, конечно же, вот эти вот фотографии, видел, которые наверху, вот мы с сыном тоже были, мой сынок два раза уже был тоже в экотехнопарке, вот он очень счастлив, он рисует Skyway, он где-то пытается там рассказать кому-то, но пока еще, как говорится, пока еще очень мало знают действительно о этой технологии. Но вы знаете, решение транспорт действительно вывести на второй уровень, поэтому все вот эти скоростные трассы, перевозки пассажиров, грузовые перевозки, действительно это будет совершенно новый шаг в освоении, в решении этих всех проблем. Ну, я хочу вам привести пример, я вас специально, в общем-то, посмотрел несколько презентаций, вот Волков выступал, люблю смотреть Суходоева, вот, и люблю смотреть Маслова, все эти спикеры совершенно дают уникальные презентации, поэтому хотел вот тоже поделиться своим мнением. Я, в общем-то, откопал такую вот змеиногорскую чугунку, прародительность всех железных дорог, да, вот, значит, построил ее фролов Петр Кузьмич, это один из отцов так называемого железнодорожного дела, и состоялась эта дорога в 1809 году была построена. Значит, она соединялась в Миногорский рудник, вот, и Карбалихинский сереброплавильный завод. В то время таких конструкций не было не только в России, но и во всем мире. И вот, обратите внимание, что, посмотрите, что принцип какой тоже, вот, до 11 метров шли вот эти вот дороги, я вам сейчас чуть больше дальше расскажу, да, вот, то есть понятно было, что вот по такой прямой дороге, то есть надо выравнивать было, значит, весь вот этот путь. И я еще, скажем так, немножко удивлялся, потому что они хотели сделать чуть длиннее, но дали им именно только вот на 2 километра там летать, и получилось 1800 метров, вот, они построили, да, ну, вот, значит, модель вот в Алтае есть такой вот в музее, значит, путь был проложен всего 1,8 километров, вот, все практически известные железнодорожные сооружения, вот, мощь через реку высотой до 11 метров была, постепенно снижающийся авиадук, выемкой глубиной до 5 метров. И вот еще один слайд, который о многом говорит. Значит, смотрите, первая в России чугунная дорога на конной тяге, она называлась, потому что еще не было ни паровозов, уж тем более ни электровозов и так далее, была создана, сдана в эксплуатацию в 1809 году. Его обслуживали всего 2 человека и 2 лошади. Использование чугунки в сочетании с выстроенным процессом транспортировки значительно повысило производительность перевозок. 500 пудов, это примерно 8 тонн, по обычной дороге могло перемещать 25 лошадей, а по чугунной рельсовой дороге достаточно было одной лошади. Вот 25 лошадей и 1 лошадь, да, и всего, видите, всего работало 2, значит, человека и 2 лошади. Экономический эффект от чугунки был огромен. Она позволила в 500 раз сократить барщинские отработки прописных крестьян на перевозку грузов. Скорость доставки руды на завод увеличилась, да, увеличилась, соответственно, увеличилось количество серебра, меди, свинца и нуж государства российского. Вот. Далее, слушайте, вот тоже, как у нас вся вот история повторяется. Были разработаны 2 других проекта подобных магистрали. Еще один на Алтае протяженностью 40 километров и в Воронежской области 146 километров длиной. Но ни той, ни другой дороги не было построено. Вот. Поэтому, когда я вот стал рассматривать различные, значит, вот эти вот различные, окунаться в историю, можно сказать, да, смотреть на различные проекты, на современные, на вот, видите, начало, там, 19 века, 18, там, допустим, да, вот, то оказалось, что, в принципе, ВОЗ он и не там. То есть при такой эффективности в 500 раз, там, да, 25 лошадей вообще не надо было, оставили одну. Но когда сказали, давайте здесь делаем, давайте здесь делаем, в общем-то, ничего далее не сдвинулось. Вот такие вот вещи происходили. Ну, значит, мы сегодня рассмотрим, как работают технологии Skyway только на одном примере. Значит, вот что такое высокопрочный струнный рельс? Значит, это все понятно. Вот как-то вот у всех понимание такое, ну, так как я не технарь, да, вот, у меня медицинское образование, потом у меня журналистское образование, в общем-то, и мне всегда было интересно вот наблюдать, вот, потому что, когда с технарями рассказывают, да, они совсем по-другому. То есть у меня есть в структуре люди с техническим образованием. Они, конечно, по-другому видят это, они слушают по-другому юницкого. Они говорят, о, вот там такая вещь, там такая вещь. Я, например, вообще не понимаю, что такое сопромат. И для меня, поэтому, если кому-то это будет мое объяснение, не очень корректно, но, в общем-то, я на это и не претендую, да, я просто рассказываю, что меня впечатлило. Так вот, смотрите, вот такая вот у нас такой высокопрочный струнный рельс, да, высокопрочный струнный рельс. Ну, в общем-то, смотрим, да, есть головка рельса, да, вот, есть сама струна, есть корпус рельса, понятно. Все это залито бетоном, при том бетон, что получается, он фиксирует струны, первая его функция, да, он упрощение, упрощение вот этих стен, вот, и потом получается шумоподавление, вот, да. В общем-то, вот такие вот функции. Дальше я посмотрел. У нас вот получается вот такая вот решается проблема, допустим, провести дорогу, неважно, там это будет либо какой-то водоем, либо горы, вот вы знаете, что сейчас в Арабских Эмиратах планируется вот эта вот дорога от порта Карфахан, да, до Шаржа, и, в общем-то, там 130 километров, часть идет там, в общем-то, через горы, часть по прямой, по песку, ну, в общем-то, вот такая проблема решается, да, таким вот образом. То есть она получается вот в 5 раз ровнее, как если в 3 раза прочнее, вот. Но я вернусь, еще немножко расскажу, что у нас есть вот 3, да, 3 вида, это струнные рельсы в трех вариантах реализуются, жесткие, полужесткие и гибкие. Так вот, смотрите, в жестком варианте, ну, скажем так, да, получается у нас есть вот, скажем так, вот на первом рисуночке, да, у нас есть вот такой вариант, когда у нас там анкерная опора находится на расстоянии 50 километров. Вот это, как говорится, для городского транспорта. Скорость здесь 150 километров, допустим, движется все это, да, в общем, продвигается. Вторая – это вот уже, скажем так, когда у нас очень здесь такая мощная построена вот тоже жесткая трасса, да, и при этом она получается, скажем так, рассчитана для скоростного транспорта. Вот наверху это еще старая модель, нарисованная, скажем так, скоростного транспорта, Юнифлэш сейчас он называется, да, у нас сейчас другой вид. А под низом может идти городской транспорт, вот такая вот структура, да, более мощная. На этой же, вот на такой вот, на таких вот будет струнах построен и транспорт, который будет перевозить вот Юниконт, то есть такой транспорт, который будет перевозить контейнеры весом 35 тонн. То есть вот для этого предназначено. И вот третья трасса, которая, анкер на опоры, находится на большом расстоянии. Вот я слушал Волкова, он даже сказал, что нормальное состояние, когда вот иногда спрашивают, а можно ли через реку перекинуть, можно ли там где-то еще расстояние здесь может быть до 5 километров. И даже если еще есть какой-то специальный там бетон, как они объясняют, то можно даже 7 километров. Вы представляете, расстояние между анкерами и опорами может быть 5 километров, это уже сейчас стабильно, но даже может увеличить до 7. Но вообще спрашивали, когда вот я смотрел интервью, то где-то, говорят, 2 километра, где-то 900 метров, где-то там. Ну, в общем-то, про 7 даже никто не говорил. Но в принципе, видите, какие у нас возможности есть вот этой вот гибкой трассы, проложить такой вот замечательный, значит, маршрут. Вот. Далее. Вот я все время задавался вопросом, да, что же такое, вот когда, знаете, вот есть слово сложный, это там вот слышится слово ложь, да, а есть слово просто, да, вот по-простому объяснить. И вот когда начинали люди, некоторые наши, да, в общем, спикеры, вот говорят, вот предварительно натяженный аромат, там струна, там, и вот сидишь и думаешь спросить, вроде уже как бы, уже не смотришь, вроде все тоже кивают головой. Я тоже кивал головой и не понимал, что же там, ну, что это такое, да. Вот. Я и смотрел, и сказал, ну, я просто вот взял все, не тупо забил это все в интернете. И, в общем-то, получается там вот, что было натяжение арматура до упора. То есть, конечно, у нас можно еще расписать, но я вам просто говорю, что это можно найти, да. То есть в опалубку, вот я просто вам объясню, с уже установленными каркасами, значит, закладными деталями пропускается высокопрочная арматура, у нас в данном случае это будет струна там, да, то есть там тоже вот такая вот, значит, которая натягивается до установленного уровня и производится бетонирование. Когда бетон наберет прочность, там какую-то там такую, да, передаточная прочность называется, производится отпуск натяжения, и при этом арматура, стремясь сократиться до первоначального положения, сжимается затвердевший, сжимает затвердевший бетон, а сама вот эта арматура остается в растянутом состоянии. И вот в этом случае прочность увеличивается в разы, да. Чтобы это продемонстрировать, опять-таки, не технически, я пошел еще дальше. Я сегодня... А, вот, значит, да. И вот получается, смотрите, тоже объясняется технология Skyway. В основном у нас строят так, у нас ставят вот эти вот большие, значит, опоры, да, а потом на них вот эти вот балки просто ставят, они не соединены, потому что вы всегда слышали у Юницкого, что он говорит, вот эта вот наша струна, она не рвется нигде. То есть она вот натянута, 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 там технология, все это соединяется, бетонируется, опять тянется. И вот даже у нас была картинка, когда вот эти вот витки, да, там они лежат просто вот шаржи, просто такие огромные. Так вот, ну, а как до этого технология вот делается? Просто вот ставят такие вот опоры, на них кладут вот эти вот бетонные тоже, скажем так, перекрытия, а на них уже кладут рельсы. И что получается? Вот сама балка, она давит, и видите, вот нижний рисунок, он и показывает, что самое сильное, где вот эта красная идет черта, это вот самое давление. То есть посередине балки сама балка давит на 90%, это сама балка держит себя. Поэтому приходится делать вот такие вот опоры, и таким образом, в общем-то, вес, считайте, самой балки, он больше всего давит на вот самый низ. Почему происходит разрушение? Вот. Значит, я взял, вот почему-то у меня так некрасиво получилось. У меня тут должно как-то там еще скакать. Ну, да, видите. В общем, я взял, вот смотрите, вот такую трубочку. У меня должно было перескакивать, но я буду иметь в виду, что в этой программе не работает, да, PowerPoint, чтобы оно там это двигалось. Значит, я просто взял трубочку, которую дают там, допустим, в Макдональдсе, да, вот, трубочку достал, а вот саму вот эту бумажечку, я в нее положил шнурочек, да, и положил вот ее на две книжки. Вот книжки, унесенные ветром, вот двухтомник, да, вот положил. И когда положил коробочек сверху, этот коробочек у меня что сделал? Он упал. Ну, соответственно, да, чего? Ну, понятно, бумажка с какой-то там ниточкой внутри, просто ничего не натянуто, вот, просто упал коробочек. Второй слайд, который я вам хотел, опять-таки он должен состоять из двух слайдов, вот. Значит, я взял плоскогубцы, потому что я хотел сначала взять молоток, но молоток у меня, скажем так, длинная ручка, оно, в общем-то, не висело. Я взял эту же веревочку, то есть этот самый, натянул веревочку, вставил его в книжечки, и это вот называется анкерные опоры, да. И смотрите, то есть эти плоскогубцы, они тяжелее, чем коробочек, в несколько раз, я там не знаю, там может в сто раз, может, потому что они тяжелые довольно-таки, да. И как вы видите, вот что происходит, то есть плоскогубцы висят на вот этой веревочке и так далее. Просто вот я просто теперь объясняю, что даже если вы встречаетесь, как Дон Файл описал, уроки на салфетке, вот, мне понравилось, да, как говорится. Вот берете просто, да, веревочку, если ее положить на что-то, не закрепляя, не натягивая, да, то есть что бы вы ни повесили, оно свалится и веревочкой, и вот этот вот грузик и так далее. Но если вы берете ручками, натягиваете салфеточку, либо ниточку, да, и, в общем-то, вешаете все, ну, тут понятно, элементарно, ну, вот в этом и состоит уникально, что если мы с вами вот эти видим, говорю, вот почему, чем отличаются от железной дороги, да тем, что мы тух-тух-тух-тух, тух-тух-тух, вот эти вот тух-тух-тух-тух, когда оно, потому что рельсы-то не соединены между собой, да, и они просто, просто лежат, там насыпь, вы знаете, там подсыпают, там укрепляют эту насыпь, досыпают, выравнивают и так далее. Они целые технологии засыпают там все подряд, вся и все, да, и вот это вот, получается, это земля мертвая уже, потому что там, ну, совершенно, в общем-то, засыпают все, что можно, да, чтобы выравнивать. Потом кладут сверху вот эти вот рельсы, которые, да, вбивают там вот эти вот, скажем так, но они не соединены между собой, поэтому они просто лежат мертвым грузом. Поэтому нагрузка вся вот этих рельсов идет, и вот эти огромные поезда ездят, и, в общем-то, так. В нашем случае, вот почему эта уникальность даже в этом плане, да, что вот это то, что, как Юницкий сказал, вот этот вот держится, вот эта вот натянутая струна, она выдерживает тысячи раз больше, чем она могла вообще, вообще для чего существовать. Поэтому вот вам такой пример, и, в общем-то, у меня вот была такая, и, конечно, там можно было еще повесить, и не одно, и так далее. Я теперь понял, что вот эти анкерные опоры, они же там дальше еще, дальше еще, то есть вот книжка когда, вот когда это сложится, когда вес именно вот эти вот сами анкерные опоры не выдержат. Но если мы поставим дальше книжки, да, там вот опять к ним привяжем, соединим дальше, 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 то тут можно, в общем-то, человеку стать ногой, и ничего этого тогда не сложится. Вы понимаете, вот в чем принцип вот этого, действительно, уникальности вот этого вот грузоперевоза. И когда мне теперь, дошло до меня, когда сказали, что вот этот вот расстояние, которое будет возить контейнеры весом под 50 тонн это будет, да, и расстояние 288 метров между опорами, я думаю, как это может быть? Ну вот как это может быть, ребят? Вот оно просто так натягивается все, и действительно, вот это вот 200, вот это 50 тонн, они просто меркнут, потому что они, ну, в общем-то, выдерживают спокойно вот эта струна. Так, сейчас там что-то ко мне приходит непонятное. Простите, то, что какая-то идет или спам, или что, не знаю. Так, ну, пойдем дальше, да. Вот, спасибо, спасибо, Алексей. Я надеюсь, что я объяснил их понятно для тех, кто не технолог. Далее смотрим. Ну, об авторе технологии. Конечно же, это наш замечательный инженер, ученый, вообще замечательный человек, это Анатолий Эдуардович Юницкий, вот, и он руководитель проекта, да, он создатель всего этого, конечно, 40 лет человек шел к тому, чтобы все это сделать, и мы, как никто другие, должны сейчас защищать Анатолию Эдуардовичу Юницкого от всех вот этих вот напастей, от тех поползновений, поэтому у меня к вам большая просьба, чтобы вы тоже, вот, тоже не получается, вот, как я задумал, да, значит, там у меня было множество позитивных статей, которые написаны вот на первом якобы слайде, да, а потом я нажимаю кнопочку, и вот раскручивается вот такая вот, значит, картинка, и вот тут Уинстон Черчилль говорит, что вот ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны. Это я к чему говорю? Что мы все знаем, что есть люди, которые по каким-то причинам, либо по заказу, либо потому что они такие вот очень умные эксперты, диванные, либо недиванные, они вот сидят и вот занимаются тем, что только очерняют, да, вместо того, чтобы помочь, они вот начинают лить грязь. И вот я вам хочу сказать так, что все те люди, которые постарались или привлекали, или как-то старались объяснить, да, всегда, что в психологии у человека – это залезть и поискать, нажать отрицательные отзывы, да. И вот тут выскакивает одна статья, вторая статья, третья там статья, и вот уже почитал и говорит, нет, тут надо разбираться, а тут вот тут Вася Купкин написал, вот. И в этом плане я могу сказать одно. Есть такое замечательное выражение – караван, то есть собака лает, караван идет. И вот действительно, если не вникать, то, конечно, можно попасться на этот крючок тех горе-экспертов в диванах, да, которые стараются все это, ну, скажем так, опошлить, унизить, раскритиковать, и есть известные, и есть неизвестные эти эксперты, вот. Но я вам хочу сказать так, что, конечно же, человек, который впервые сталкивается, он, конечно, пугается, вот. Наша задача тех людей, которые знает Анатолий Эдуардович Юницкого, тех людей, которые были в экотехнопарке, которые уже ездили на наших замечательных Skyway-транспорте, на нашем замечательном, да, те должны быть более уверены и спокойно объяснять, рассказывать и говорить. Потому что действительно, что вот эта вот ложь, она действительно успевает 10 раз обижать земной шар, вот, и потом уже нету все. Но я просто сейчас говорю, что если вот анализировать, то, в принципе, все статьи вот эти, они максимально, кажется, были написаны еще там, наверное, в 18-м, может, где-то там, в начале 19-го года. Но сейчас я как говорю, что действительно вот это вот восточное выражение «собака лает, караван идет», да, говорит о чем? Что пусть говорят. Но когда сейчас, через несколько уже там недель, может, там, 2-3 недели, я не знаю, там, в марте месяце поедет уже конкретная действующая трасса, которая будет уже действительно в шарже перевозить людей, да, тогда уже, наверное, надо будет просто говорить людям, ну, пусть, ну, пишут, но на заборе тоже пишут. Ну, вот, давайте так будем говорить. Ну, конечно, сейчас я знаю, что кому-то очень тяжело пока сопротивляться. Поэтому работаем, действуем сами, инвестируем сами, привлекаем людей, адекватных людей, чтобы сами люди, как говорится, решали вот это, то есть верить или не верить вот этим вот горе-экспертам. Поэтому у меня следующая такая тема, я вам хочу тоже вот рассказать. Вот в Сикорске, все знаете создателя вертолета. Он, в общем-то, создал в России бомбардировщика, а потом, в общем-то, ему вот в эти вот годы, значит, при Сталине пришлось уехать в Америку. Вот, да. И вот после эмиграции в США он поехал, действительно, она ему спасла жизнь, эта эмиграция. Вот у него оставались последние 20 долларов. И вот такая вот инвестиция у него была. Он купил, на последние эти 20 долларов купил на концерт Рахманинова, да, который тогда гастролировал в США. И после концерта, в общем-то, получилось, что они смогли встретиться, разговорились. И посетовал, вот Юницкий, видите, посетовал, значит, Сикорский, что вот он, в общем-то, здесь находится и нет вообще у него, у него есть задумки. Вот. И Рахманинов предложил ему, сколько вам нужно, чтобы вот довести свое дело дома. И вот Сикорский сказал, 500 долларов. На что Рахманинов полез, значит, в общем-то, в карман, достал огромную толстую пачку купюр. Это был весь его концерт законорар, и там было 5 тысяч. И вот вертолет Сикорского, в который никто не верил, опять вот, видите, никто не верил в этот вертолет, говорил, что не может он, там, статья большая, что не может он летать, этот вертолет, там, знаете, и так далее. Так вот, Сикорскому удалось создать, доказать обратно, создать этот вертолет, и по этой схеме, впоследствии, названной классической, летают сейчас 90% всех вертолетов. Это первое. Далее, такие маленькие вам. Все, вот, все, что меня удивило, это вот в заголовке читайте. Все, что могло быть изобретено, уже изобрели. Это было сказано в 1899 году. Был такой Чарльз Дуэлл, это специальный уполномоченный американского бюро патентов. Все, что могло быть изобретено, уже изобрели. Вот, вот его была фраза. Вот, кто же такой вот пример, дяди умного. Вот, и вот, рассказываю вам, 1949 год. Значит, написано, будущим компьютерам будут весить не более чем полторы тонны. Далее. Ни у кого не может быть, это о компьютерах сейчас, вот эта страничка. Ни у кого не может быть возникнуть необходимость себе петь компьютер в своем доме, да? То есть, зачем компьютер дома? Вот это в 1977 году. Значит, сказано. Думаю, что на мировом рынке мы найдем спрос только на пять компьютеров. Это Томас Ватсон, вот, директор компании IBM 43. Про телефон. Такое устройство, как телефон, имеет слишком много недостатков, чтобы рассматривать его как средство связи. Поэтому считаю, что данное изобретение не имеет никакой ценности. Вот, из обсуждений там в компании Western Union в 1876 год. Далее. Билл Гейтс. Все мы знаем этого замечательного человека, да? В кавычках. За какие-то вещи замечательные, за какие-то вещи не очень. В 1981 году сказал. Ну, это кто, я думаю, все уже знают, что такое килобайт, гигабайт и так далее. Так вот, он говорит, что 640 килобайт должно быть достаточно для каждого пользователя. Да? Вот. И, опять-таки, IBM уже 1982 год. Слишком большая цена для Microsoft – 100 миллионов долларов. То есть, там была, значит, должна была состояться сделка. В общем-то, 100 миллионов долларов оказалось много. На сегодня, я там смотрел, там рост действительно такой, идет прогресс. Но я вам последнюю цифру называю. Сегодня она стоит, может быть, даже уже больше. Это вот последний, что я нашел, полтора триллиона долларов. То есть, это в 15 тысяч раз больше, чем заявлял в 1982 году IBM. Вот такие вещи про компьютер. Ну, вот видите, Стива Джобса, который стоит с одним из своих созданий, да, вот такие вот указы у каждого у нас теперь есть дома. То есть, дома на улице маленький телефончик, который там, да, 640 километров, я даже не знаю. Одна-две фотографии, наверное, там уже и 128, да, мало получается. Уже 200, там, в общем, чем больше памяти, уже, да, оперативная память. И такая память, уже 128, мало. В общем-то, вы поняли, о чем я говорю, да? Ну, естественно, не килобайт. Ну, вот давайте другие еще. Мнение, опять-таки, экспертов я взял в скобочки. Ну, вот про радио. Эта музыкальная коробка без проводов не может иметь никакой коммерческой ценности. Партнеры ассоциации такой-то 1920-й год. Про Битлз. Это разная подборка. Нам не нравится звук, их звук. И вообще гитара – это вчерашний день. Вот. Recording Company, отклонившая запись альбома группы Битлз в 62-м году. Такие вот вещи. Да кого интересуют эти разговоры актеров? Реакция брата H.M. Это по-английски H.M. Warner, да, Warner Brothers, знаете, на использовании звуков в кинематографе 1927-й год. То есть, вы знаете, было не мое кино, вот так вот. Вот Warner, один из братьев, вот так говорил. А зачем нужен этот звук? Вот такие вещи. Ну, вот я вам нашу любимую комедию, да, бриллиантовая рука, оттуда вот этот кадр. Я думаю, что мы бы очень много потеряли, если бы было без звука. Летающие машины весом тяжелее воздуха невозможно. Лорд Кельвин – президент королевского общества. Непростые люди тут приведены в пример, да. Вот. Бурение земли в поисках нефти, вы же имеете в виду, что надо сверлить землю для того, чтобы найти нефть. Вы сошли с ума. То есть, я могу сказать в этом случае только одно, что это было бы хорошо, если бы человек говорил о том, что он заботится о земле. Ну, вопрос стоял в другом, да. В любом случае, эти эксперты были. Ну, и были хорошие примеры. В Лондоне. В Лондоне услышали, я так назвал это, да. Значит, в свое время муниципалитет Лондона заказал анализ, это было сто лет назад, там, да, вот. Вот, значит, заказал анализ перспектив развития транспорта в городе. Вот. И специально созданная для этого комиссия заявила буквально следующее. Через сто лет, то есть в наши дни, вот сто лет назад они сделали вот такое, это самое, они сказали, что через сто лет в Лондоне будет два миллиона жителей. Это я к чему говорю? Что вот надо развивать транспорт, то есть машины, или остаться надо на лошадях, чтобы было понятно, да. То я, может, перескочил немножко. Вот, что лучше, оставить лошадей, либо все-таки вот думать о вот этих вот двигателях внутреннего сгорания, о машинах, об автомобилях, так вот. На что ответила эта комиссия? Через сто лет в Лондоне будет два миллиона жителей и четыре миллиона лошадей. Конюшен будет больше, чем жилых домов. Все окрестные земли будут засеяны травой, овсом, но земель и корма лошадям все равно не будет хватать, будет недостаточно. А слой навоза будет достигать местами полуметровой толщины. То есть, в общем-то, утонет он Лондон весь в том, в чем не хочется называть. Вот такие вот вещи, да. Значит, что получается? Так вот, когда Юницкий показал вот сегодняшние прогнозы, да, если взять на 100 лет вперед, это такие же в указанном анализе заменить слово «Т» лошадь на автомобиль, ныне существующий, конюшни на гараж, овес на бензин, а землю на асфальт, навоз на выхлопные газы. То вот так можно, если мы сейчас ничего не будем делать, вы уже знаете, то так оно будет вот через 100 лет. Поэтому, когда, скажем так, в 2001 году, когда вот в озерах был представлен первый простенький вот этот концепт Skyway, да, то Юницкому еще пришлось еще 13 лет, да, понадобилось, чтобы приступить к созданию того, что изменит мир в 21 веке, вот, сделав его более безопасным, экологичным и комфортным. И поэтому я сам знаю, что сколько человек, ну, написано в книгах, сколько он ходил, сколько он обращался к сильным мира сего, там, к бизнесменам, к политикам и так далее. Вы сами знаете это, вот. И, конечно же, вот простой человек, который инвестор, самый простой, в общем-то, услышал, вот я не знаю, да, 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 конечно, помощь есть, когда выделили землю, помощь есть, когда, в общем-то, ну, наверное, есть помощь, не будем так уже говорить, что, да, все-таки государство оказывает, но вы знаете, сколько вообще прошло всего. Поэтому я хочу сказать о том, что все-таки вот помощь простого человека, вот она и цена чем, что с миру по нитке, да, вот голому рубашку. У нас будет не рубашка, у нас будет замечательный проект, который действительно, вот, если все взять в целом в совокупности, он действительно оздоровит планету, да. Вот, и поэтому вот этот вот, скажем так, инновационный центр, который в Арабских Эмиратах, это действительно, вот, скажем так, да, в Белоруссии он есть, но вы сами знаете, что в Белоруссии даже не все знают, где такая Белоруссия находится. Кто-то говорит, в Сибири, кто-то вообще не знает, где находится, вот, конечно же, очень важно, что помимо Белоруссии, вот, сейчас создан вот этот твой SkyWay в Объединенных Арабских Эмиратах, да, инновационный центр. И, кроме того, на следующий, вот, в следующем месяце уже мы ждем уже вообще, когда это все будет двигаться, это уже будет не просто проект, который, это уже будет, в общем-то, действующий проект, да, вот. И, конечно же, еще примечательно то, что если Юницкий просто хотел Экспо-2020 просто показать, допустим, да, что вот это, ну, это так будет строиться все, то вот этот ковид, в общем-то, да, нет худа без добра, да, он связался с тем, что перенесли на год, и как раз вот в октябре, 1 октября открывается Экспо-2021, в общем-то, да, и к этому времени Юницкий представит вот это в полной красе, то есть уже будут действующие трассы, будет и трасса городская, будет и трасса же, будет вот для тяжелых, для тяжелых контейнеров, поэтому здесь, в общем-то, так получилось, что пошло на руку вот эти вот события, которые произошли. Поэтому я очень горд, что я именно сейчас вот такое, помогая вот этому, пусть своим маленькой Толикой, помогая все-таки вот этому проекту, привлекая людей, привлекая своих родных, своих близких людей, которые поддерживают, которые замечательно тоже включились в это дело, вот, и я, как говорится, устами младенца глаголит истина, и вот, сынок мой, вот, да, сейчас Леша включит вот это вот видео, но вот я тогда вот такую вот, когда вот снимал это, вот действительно кому сказать, вот, ну, подпой же ты не поставишь ребенка там или куда-чего, а вот здесь вот настолько уверенность, и вот мы, когда Алексей взял Александру, свою дочь, да, я взял Кирилла, вот, на Экофест, и вот, сейчас вы видео посмотрите, оно тут тоже не идет, да, вот, я такую тогда вот, у меня вот ехал этот вот наш Юнибус, а я вот так вот и думал, что мы всегда будем спокойны за наших детей, да, которые, включай, 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 вот, которые, мы всегда будем спокойны за своих детей, которые играют на дорогах, да, если это небесные дороги Юницкого. А куда я съелся? Еще? Да! Еще? Я, конечно, так как. Спасибо большое. Я даже специально ничего не говорил, потому что действительно вот это вот видео, оно вот, ну, хотелось передать всю эту атмосферу, поэтому я всех приглашаю, конечно же, вот, дай бог, что будет у нас вот этот, уже не онлайн, а оффлайн. Мы все увидимся с вами с Мариной горки, а может, даст бог, съездим с вами в Эмират, и сейчас уже визы отменили, да, вот. Спасибо за замечательные вот слова, вот, Лен, спасибо большое, вот, за то, что понятны мои примеры, вот, и действительно это доказывает то, что Skyway, ну, существует, и я говорю, вот мы как раз вот шли, вот это вот мы сняли, я снял это видео, а потом мы шли как раз вот в ту сторону, потому что катали с этой стороны туда, два юнибу сошло, а потом оттуда сюда, и мы стояли в очереди, получилось так, два часа, наверное, если не больше, и при этом и дети наши, и вот, вы знаете, вот, все равно завораживал. Два часа, оно, мы там познакомились с людьми, которые стояли в очереди, мы там общались, там, действительно, с разных стран были, с Италией, вот, с нами девушка рядом стояла там, с какой-то еще там, и вот два часа, казалось бы, вот так подумай, два часа, ну, наши дети, они вот бегали, играли, смотрели, как вот эти вот отъезжают юнибусы, и вот действительно, вот это, когда вот дождались вот этого вот полета, да, когда взлет, действительно, такая трасса интересная. Ну, ребят, здорово очень, поэтому, ну, могу сказать, что вот сейчас вспоминаю, и, в общем-то, ну, я счастливый человек, раз мы вот попали туда, вот, и не просто посмотрели, но и прокатились, и все, и, конечно же, очень хочется, чтобы вот это все, значит, случилось, и вот я могу еще так сказать, что вот говорят, ну, это там что, когда чего, могу закончить только так сказать, что, когда мы приехали с женой вот из-за границы, то привезли вот из Швейцарии тогда вот эти телефончики, GSM, это был 98-й год, ну, в 97-м мы приехали, там, 98-й год, и получилось, что здесь у нас еще не было GSM, и вы, насколько помните, вот, если Велком открылся в 2001 году, потому что мы тоже, да, приехали, опять уже привезли Nokia тогда бы популярно, все эти телефоны, у нас там 88-10 такой телефон был, да, популярный, вот, и тоже заставили еще пройти, вот, новый телефон, который купили немаленькие деньги, да, еще собирали по 40 долларов, чтобы подойдет он или не подойдет, так назывался, знаешь, ну, просто стригли капусту, вот эта вот компания стригла, потому что она была монополия, да, то есть там потом выдавали карточку, вот по 40 долларов с каждого человека еще собирали, вот такой дань была, так вот, тогда только подключили, так вот, еще что хочу сказать, вот я действительно вам начал с того, что я не сторонник вот сам водить, потому что действительно я такой человек эмоциональный, отвлекаюсь, вот, ну, наши дороги не для меня, как для водителя, да, вот, так вот, хочу сказать, что есть, ну, такое вот мнение, что, в общем-то, ну, не буду называть сейчас эксперта, это такой хороший человек, который, вот, я слушал его выступление, он сказал, что тоже он выступал когда-то для молодежи, и вот молодежь там шумела, шумела, а, это далеко-далеко, ну, а у вас какая мечта, вот, у меня есть мечта купить, значит, там, автомобиль какой-то, да, там, ну, вот, подержанный, там, он будет стоить 3 тысячи, а вот этот человек ему сказал, а вы знаете, что вот наш, допустим, Юникар или Юнибайк, ну, допустим, Юнибайк, да, вот, он будет стоить всего 3 тысячи долларов, и вы сможете его купить себе вообще, вот вы его там к балкону привяжете, вот, то есть, понимаете, в принципе, 20 лет пролетело, вот мы сейчас все с телефонами, у нас там и фотографии, видео передаем и так далее, да, ну, ребят, надо сделать так, чтобы через 20 лет, там, ну, то есть, вообще уже покрыло много, чтобы мы уже с вами ездили от подъезда, там, до Москвы, допустим, или там, до Америки, да, а вот сейчас надо поработать, чтобы уже в ближайшее время поехал, там, в Эмиратах, потом, может быть, у нас люди соберутся, вот, и мы построим себе сами, там, трассу какую-нибудь там соединять, там, знаете, вот, поэтому все в наших руках, и говорит, что мы не можем, мы можем, если мы все объединимся, поэтому предлагаю объединяться, поэтому предлагаю продолжать инвестировать, и, ну, спасибо, Леша, что меня включил сразу, так что можешь подсоединиться, да, не забывайте, что вот сейчас есть такая замечательная face on the future, да, of the future, лица будущего, да, вот, я сюда, вот, я говорю, что я планирую, и я действительно сюда вошел, был такой коридор у нас, мощный коридор, вот, это был зеркальный, да, с 12, вот, 02, 21, вот, я как раз сюда вот вошел, я знаю, вот, моя, мой компаньон вот в Испании, Аня, она зашла 21 сюда, вот, тоже, тоже вот это в зеркальный коридор, но кто не успел в зеркальный коридор, заходите не в зеркальный, потому что по многочисленным просьбам, в общем-то, еще продлили до 28 числа, я считаю, что это очень хороший дисконт 17 года, поэтому верьте в этот проект, помогайте этому проекту, и, конечно же, вам воздастся сторицы, мало того, что у вас будет там 500 тысяч долей, да, у вас также будет еще вот такая замечательная голограмма, да, потому что все-таки, когда вот мы встречаемся с вами в Мариной горке, да, вот идешь и бежишь, имя свое на потолке ищешь, да, там, вот я вот, горд, когда приехала моя сестричка, я говорю, вот, смотри, Олег Тарасов тут нарисован, вот, вот, это, ага, точно-то я говорю, ну, других нету, вот, да, то есть, таким мы видим фамилии не было, поэтому, вот, а здесь сейчас уже буду, вот, фотографии уже не будут спрашивать, точно ли я или не точно я, поэтому, ребят, присоединяйтесь, вот, и, скажем так, знаю, что еще будет у нас в марте, там, это уже в помощь тем людям, которые привлекают, там тоже будут хорошие, в общем-то, такие дивиденды, да, Леша, ну, можешь выставить, тогда, может, ты это расскажешь, вот, тоже такие вот, ну, попрошу тебя тогда, ребята, если какие-то вопросы, спасибо вам, можете написать, может, еще что-то обсудим, вот, а Леша сейчас расскажет про промо-акцию вот с 1 марта, которая планируется, да, спасибо вам за ваши комментарии. Да, благодарю, Олег, вот, очень было, ну, интересно, прямо вот слушаешь, и сегодня мы перед встречей с Олегом, ну, в начале утром мы обсуждали, как будет проходить презентация, вот, ну, и у Олега были, естественно, слайды мои, то есть, ну, стандартные, вот, и он, например, привел пример с бобиной, которую он слушал в 90-х, что, когда на сельской дискотеке ставили одну и ту же бобину, и все люди приходили и уже слушали одни и те же песни, уже, в общем-то, знали, там, какая песня будет, за какой идти, вот, ну, и вот он подошел креативно, и вот презентацию нашу обычную классическую переработал под свое видение, со своими примерами, со своими историями, вот, поэтому, ну, очень было интересно слушать, на самом деле, вот, не поленился Олег даже сделать эксперимент с урёбочкой. О, 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 да, ну, жалко, что Powerpoint не сработал, как я планировал, но ничего, понятно было, главное, главный слайд был. Да, каждый может у себя дома точно так же проделать, взять ниточку, куда натянуть ее, чтобы положить, ну, и поэкспериментировать с натяжением струнами, либо, да, ниточки и так далее. Так что, благодарю, Олег, было интересно, познавательно, вот, и, в принципе, у нас, я думаю, если есть у кого-то еще желание из присутствующих, либо, ну, в целом, тоже так же провести, то есть, попробовать свои силы, пишите мне, вот, тоже организуем, вот, и с удовольствием послушаем вашу историю, ваше мнение, ну, ваше видение, это, что каждый человек, в принципе, он видит этот проект по-своему, у кого-то какие-то свои, ну, у каждого, в принципе, свои боли, то есть, каждый это через свою признанку принимает проект, вот, поэтому это, ну, очень всегда интересно. Вот, ну, в завершение еще добавлю, да, про промо-акцию, то есть, ну, Олег уже сказал, что у нас наш Face of the Future продлили до 28 февраля, то есть, у нас есть 4-4-4 дня до конца февраля, чтобы войти в пакет Face of the Future, то есть, кто хочет быть рядом со мной, с Олегом, то есть, мы все будем в Экотехнопарке, в музее, там, во весь рост, красивые такие, махать ручкой, то есть, всем приходящим гостям, вот, поэтому, кто хочет быть вместе с нами рядышком там, вот, и получить одновременно еще и хороший, ну, дисконт, хороший пакет, ну, хороший, серьезный пакет, то есть, это не 50 долларов, не 25, не 100, это, ну, 5000 долларов тоже хороший пакет, который можно взять в рассрочку по 500 долларов, в принципе, довольно по силам, вот, ну, и еще одна новость, которая у нас появилась недавно, это вот про промо-акцию с 1 марта по 28 марта, с 1 марта будут для партнеров, для наших партнеров будут специальные условия, ну, скриншот, в принципе, вы можете почитать, то есть, для каждого приглашенного партнера, начиная со второго, вы будете получать двойной бонус, вот, ну, и здесь, в принципе, расписаны по неделям, то есть, самые будут хорошие бонусы эти первую неделю месяца, потом это будет 15%, потом во вторую неделю это будет плюс 11% дополнительных, то есть, обычный маркетинг у нас составляет 15%, а в первую неделю он будет в два раза больше, 30%, потом вторая неделя 15 плюс 11, это уже будет 26%, третья неделя это 15 плюс 8, это уже 23%, и четвертая неделя это 15 плюс 5, 20% с первой линии для наших партнеров, поэтому, ну, вот такой вот, можно сказать, эксперимент, таких промо-акций раньше не было, вот, ну, и это, ну, можно сказать, эксперимент, то есть, как у нас усилится работа партнеров или не усилится, вот, и посмотрим заодно, вот, ну, про пакет мы сказали, про специальные промо-акции сказали, презентация у нас получилась отличная, вот, если есть у кого-то какие-то комментарии, вопросы, пишите, слева у нас можно это сделать, ну, и если вопросов больше нету, как у нас, как раз мы сегодня успели в часик вложиться, то есть, все отлично, вот, пишите, ну, понравилось, там не понравилось, тоже напишите, чтобы, ну, как на вашем... мне понравилось, напишите, тоже за ребят сказал, да, там слева у нас есть такая, как диалоговое окошечко, иконочка, можно написать, вот, кабинет у нас этот уже хороший, мы научились с ним работать, в принципе, вот, так что вы тоже учитесь, пишите, вот, ну, в принципе, комментариев еще подождем минутку, вот, у нас сегодня 24 февраля, это, значит, у нас уже завершающая, получается, февральская встреча, вот, и уже будем встречаться, видимо, в марте. Да, будем ждать нам новых новостей, новых новостей, да, будем ждать новостей из Эмиратов, вот, я думаю, что, конечно же, всегда приятно, как вот у нас был январь, очень обильный на новости, потом, в начало февраля, вот, и сейчас такая вот, такой затишье, его, знаете, вот уже, как говорится, хочется уже, чтобы не просто там вот планируется, а уже едет, вот, уже функционирует, вот таким вот, в общем-то, ждем уже таких новостей, поэтому, вот, спасибо. Мне понравилось, Борис написал. Борис, спасибо тебе, да, спасибо, на связи, звони, если там, я знаю, что ты тоже, у нас, вот, Борис тоже инвестировал в Face on the Future, вот, хочется поаплодировать, Борис, да, потому что я, да, человек недавно познакомился совершенно с этой технологией, вот, и сделал первый вот взнос, а тут получилось Face on the Future пришло, и вот, в общем-то, человек действительно, ну, вот, приятно, когда вот люди приходят и вот ищут хорошее, да, и помогают, и сами делают, и действительно, ну, приятно, вы знаете, ребят, когда вот такие люди приходят и вот действительно поддерживают, и, конечно, благодаря таким вот партнерам наш проект двигается, и двигается успешно, и, дай бог, здоровья Анатолию Дуаровичу Юницкому, да, всех с прошедшим 23 февраля вчера было, вот, ребят, поздравляю вас, и девчат мы уже будем поздравлять в марте, вот, так что всем здоровья и успехов в нашем вот замечательном таком проекте, чтобы у нас целая индустрия, как можно быстрее, вот, замечательная картинка, да, что мы уже, вот, будем ездить на таких вот, вот, на таком транспорте инновационном, и который мы с вами тоже приложили сюда, вот, свои усилия. Да, ну, и напоследок я сейчас включу видео с белорусского телевидения, это ролик, в принципе, ну, не самый свежий, но тоже интересный, вот, как о нас снимали репортажи, вот, ну, это так уже в завершение, как на десерт. Вот, все, всем спасибо за время, за внимание, Олег, отдельное спасибо, Борису спасибо всем, кто комментировал, спасибо, вот, ну, и... Лени Степену, спасибо за комментарий, он отдельное спасибо, да, ну, встречаемся каждый раз по средам в 20.00, вот, в одном и том же месте, в одно и то же время. Всем, всем пока, до новых встреч. Пока. Знаете, где находится центр Беларуси? Спорю, многие даже и не задавались таким вопросом. Честно говоря, я тоже пока не стала путешествовать. Это не приманка для туристов, а научно обоснованный факт. Географическое сердце находится недалеко от Марьиной горки, куда я сегодня и отправлюсь. Сегодня я собираюсь прокатиться на машине будущего. Сейчас наделаю фотографии, буду всем знакомым показывать. Вы когда-нибудь слышали про струнный транспорт? Не про струнные инструменты, а именно про транспорт. Под Марьиной горкой находится экспериментальная площадка, где тестируют машины будущего. Михаил Викторович, расскажите, что это за технология струнный транспорт? Это инновационная технология. Отличается от всех остальных своей уникальной конструкцией, именно преднапряженной эстакадой, что делает ее легкой, красивой, ажурной, необычайно прочной. И ее ровность позволяет разгонять транспортные средства до скорости, ну, как минимум, 500 км в час. 500 км? То есть, вот смотрите, мне как водителю сразу становится любопытно насчет безопасности. Учтены, я думаю, абсолютно все, но, во-первых, путь абсолютно ровный, поэтому нету никаких кочек, на которых транспорт может подпрыгивать и сойти с рельсов. Есть противосходная система, которая не дает отклониться от заданной траектории, естественно. Затем отсутствует пресловутый человеческий фактор. Кроме этого, на этом же уровне не существует ничего, с чем бы транспортное средство в нашей системе могло столкнуться. Вот, допустим, автомобили движутся по дороге, по поверхности земли, где есть и общественный транспорт, автобусы, и поезда, и велосипеды, и все что угодно. И все это пересекается. У нас же все эти перекрестки на разных уровнях. Внешне система напоминает канатную дорогу, по которой перемещаются кабинки. Только здесь они едут по рельсам струнам, натянутым между специальными опорами. В разработке грузовой, городской и междугородний транспорт. В качестве личного транспорта мы можем предложить, например, юнибайк. В нем может быть от одного до трех мест в различной компоновке, могут быть установлены педальные узлы. У нас даже в нем ездил и устанавливал тренажеры вице-чемпион мира по бодибилдингу, который здесь тренировал, прорабатывал практически все мышцы своего тела. Можно заглянуть внутрь? Безусловно. Тем более, что там внутри все как раз под ваш цвет. Да? Конечно, да. И форма и содержание. Прошу. Ой, как здорово. Подвесной вагончик оказался чем-то средним между машиной и мотоциклом. Только его водителю шлем не нужен. Собственно, как руль и коробка передач. Их тоже нет. А вот расскажите, туристы, как они могут посетить ваше предприятие, познакомиться с новыми технологиями? То место, где мы сейчас находимся, это центр испытаний, международной сертификации, демонстрации струнного транспорта. Это, естественно, закрытый, можно даже сказать, режимный объект. Но ежегодно мы проводим экологический фестиваль. Любой желающий может купить билет, приехать сюда самостоятельно, самолично, опробовать наш струнный транспорт. Обтекаемый силуэт, футуристический вид, кабинки похожи на космические корабли. Я решила прокатиться на воздушной маршрутке. Ехать в транспорте будущего очень комфортно. По ощущениям, будто Париж над землей. А как здесь, в принципе, все устроено в кабине? Есть климатическая установка, вот вы слышите звук ее работы. Жара на улице. У нас здесь, по-моему, прекрасная, комфортная атмосфера. В случае чего-то непредвиденного, звонок диспетчеру, камера видеонаблюдения. Вот это дисплей мультифункциональный, где можно посмотреть видеопрограмму, получить информацию о маршруте и так далее. Никаких, естественно, рычагов управления здесь вы не найдете, потому что автоматическая интеллектуальная система управления берет на себя все, скажем так, функции, связанные с движением. Так здорово, как в своем автомобиле едешь, музыка играет, расслабляет тебя. Сейчас наделаю фотографии, буду всем знакомым показывать, что я ездила на транспорте будущего. Не вспомнился фильм «Пятый элемент». Там тоже пользовались городским воздушным транспортом. Время покажет, сколько в проекте фантастики, а сколько реальности. Редактор субтитров А.Семкин